Алёна Яковлевна, реаниматолог Московской области. Я и своим говорю, и пациентам в больнице главное соблюдать меры предосторожности. Конечно, всем надоели маски, перчатки, обработка рук, не хочется сидеть дома, когда весна, дачный сезон в разгаре шашлыки и прочей радости жизни. Но по-другому нельзя, родненькие. Любопытно, когда только начался масочный режим, я сама на себе ощутила, как много раз в день мы дотрагиваемся до лица. От 90 раз и выше, представляете? Поэтому руки так важно дезинфицировать и стараться не касаться лица на улице. В общественных местах уж точно, надо оберегать себя хотя бы элементарно. Вирус не пропадает никуда сам по себе. Вот сегодня он был, а завтра его не стало, такого не может быть. Это очень сложный химический и биологический процесс. Но мы можем сделать так, чтобы он не распространялся. Минимизировать контакты и соблюдать меры предосторожности. Вот такая простая формула. Это по силам каждому. Поверьте. Причём этот вирус уже давно уходит. Просто он быстро видоизменяется, мутирует, приспосабливается. И поэтому сейчас произошли такие аварийные ситуации. Сотни тысяч заболевших по всему миру. И до сих пор нет схемы лечения, которая подходила бы всем больным. Да и сам вирус только изучается. Мы не знаем всех его особенностей. Вот смотрите. Симптомы от пациента к пациенту разнятся. Равно как и течение болезни. Бывает, глядишь на пациента, никаких хронических заболеваний. Средний возраст. Иммунитет должен быть сильным. А потом за несколько дней буквально всё утяжеляется. Утяжеляется картина. Поражение лёгких растёт. И от назначенных лекарств становится не лучше, а как будто бы даже и хуже. А другой больной, поступивший, тяжёлый, с осложнениями в анамнезе, пролежит три недели, четыре. И идёт на поправку. Непредсказуемо, как организм будет восстанавливаться и как поведёт себе вирус. Буквально неделю назад у меня заболела соседка Людмила. С самого начала эпидемии. Она была уверена в том, что это дело рук каких-то там заговорщиков. Диверсия со стороны Китая, биологическое оружие, которое решили опробовать спецслужбы. А ещё с пеной у рта доказывала всем окружающим, что всё происходящее, чтобы взять под контроль население и ограничить его свободу передвижения. В общем, антиутопия какая-то. Когда я, возвращаясь со смены, встречала её, она одаривала меня полным снисхождением взгляда, мол, вас всех провели, а вы и не видите. И вот она слегла, приезжала бригада, провела тестирование. Результат — ковид. Она находится на домашнем лечении, принимает назначенные препараты, слава богу. Состояние её относительно лёгкое. Так вот, она мне позвонила и призналась, что не ожидала, что всё это действительно правда, что корона существует на самом деле, а не является происками неведомого врага. Причём она говорит, что представить не могла, что будет настолько тяжело. Пару раз даже думала снова вызвать скорую, так плохо было. Совершенно не та простуда или знакомая многим ангина. Ковид трудновато лечится даже в условиях стационара. Много было таких людей, как моя соседка. Они до последнего не верили. Сетывали на необходимость надевать маски, оставаться дома и соблюдать социально безопасную дистанцию. Те из них, кто пренебрегал всеми предосторожностями, зачастую быстро оказывались у нас в отделении. Причём в достаточно тяжёлом состоянии. Родненькие. Мы носим костюмы, респираторы, перчатки. Снимешь всю эту спецодежду, а под ней ты мокрый, как мышь. Помочь хочется всем. Хочется, чтобы все выздоровели. Помогите нам. Не забывайте о средствах защиты. Потерпите. Вот закончится всё это. И будем дышать свободно. Продолжение следует... Продолжение следует...